Это программа «Фигура речи» и с вами я, Марк Скрипка. У меня в гостях писатель и поэт Надежда Жандер. Надежда, как все началось? Конечно, со стихов. Очень давно. В возрасте пяти лет. У меня музыкальная семья, очень все любят классику, и меня к этому приучали всегда. И я много слушала музыки. Из этого начали происходить мои стихи. Помню, постоянно танцевала. Мне ставили пластиночку «Глинки вальс фантазия» либо «Бранса венгерский танец». Доводила своих бабушек до какого-то нервного состояния. Они входили в комнату и говорили, Надя, ну хватит уже все время под одну музыку танцевать. Но я танцевала. Потом вдруг начинала какие-то строчки говорить. Бабушка вспоминала, что они похожи были на стихотворные именно в процессе танца. А потом вдруг я взяла, да, и выдала. Бабушка начала записывать за мной. Вот что вышло. Вырос в поле Василек рядышком с ромашкой. И любуется она голубой рубашкой. Он любуется ее желтеньким кармашком. Потому он и растет рядышком с ромашкой. Я еще писать не умела. Запомнила его сразу наизусть, и бабушка записала. А потом дальше круче. «Если б Ленин жил на свете, я б ему сто роз преподнесла. За то, что он дал счастье детям, и власть советская пришла». С тех пор бабушка спрашивала меня, пишу ли я стихи. Ее это очень интересовало. Начну ли я на самом деле когда-нибудь писать стихи. Но бабушка так и не дождалась от меня стихов, к сожалению. Прошли годы, я уже закончила свой педагогический институт. Каким-то необъяснимым образом мне достался один билет в Кировский театр. Тогда приехала труппа Мариса Бежара. И я попала на спектакль Андрея Мальро. И после этого еще мне посчастливилось бывать на репетициях. Они снимали тогда фильм «Гран-па в белую ночь». Это было потрясение. Я изменилась. Моя семья очень беспокойна была, потому что они видели, что я стала странной. Я этого не могу объяснить или рассказать, какая я стала. Только однажды мама ко мне подошла и сказала, «Не хочешь ли ты взять в руки дневник?» Тогда мне было, значит, 26 лет. Первые про-опера начались. Это были очень странные стихи, конечно. Позволяла себе все, что угодно. Я понимала, что такое авторский стиль, потому как у меня была стилистика в моем институте, одним из предметов, которые я изучала с большим удовольствием. Была уже к тому времени знакома и с моим любимым Мандельштамом Хлебниковым. Вот он-то как раз привлек меня на свою сторону. Хлебников. Потому как он делал разные эксперименты, как мне казалось, и позволял себе достаточно много, что касается языка, языковых средств. И я туда же, в том же направлении, писала очень странные стихи со множеством вопросов, если не ошибок. Вот маленький пример, пожалуй, самый такой скромный. Странно устроена странствий страница. Просятся вдаль запоздалые лица. Тянется звук, непригодный приманкой, рельса, лежащего на полустанке. При чём тут страница? Почему страница? Странно устроена странствий страница. У меня вопрос. Вопрос номер два сразу в следующей строчке. Лица бывают запоздалые. Цветы бывают запоздалые. А лица бывают запоздалые. Думаю, что бывают. Бывают запоздалые лица, но, тем не менее, очень такое маленькое стихотворение, и в нём должно быть всё достаточно ясно. Но дальше всё я, пожалуй, приняла. Тянется звук, непригодный приманкой, рельса, лежащего на полустанке. Я согласилась, но, тем не менее, теперь, уже спустя годы, я улыбаюсь, глядя вот на эти свои пробы. Кто были ваши первые читатели? Мои подруги, моя мама. Дальше мне очень повезло. Моими читателями оказались Александр Дольский, известный российский бард, а также известный российский поэт Александр Кушнер. Ну, это две разные истории. Александр Дольский сначала не хотел брать мои почеркушки даже в руки, но потом почему-то взял. Ладно, я прочитаю. Спустя некоторое время он позвонил и сказал, вы знаете, меня зацепило, говорит, ну, говорит, я тебе что хочу сказать, Надь? А вот что ты так очень сложно пишешь? Для людей надо писать. Вот как я песни пишу? Всё понятно. А у тебя много сюрреализма, каких-то вот таких твоих видений. Потом подумал и сказал, наверное, так нужно всё это и оставить. Это, видимо, ты как есть. И мне это очень-очень нравится. И более того, он написал мне предисловие в моей первой книжке. Вторая встреча Александр Кушнер. Он вёл кружок в стенах Ленинградского политехнического института для любителей поэзии. Я туда пришла, и вот тут была совершенно скандальная ситуация. Он отвечал, это что вы такое пишете? Это вообще не стихи, это к поэзии отношения не имеет. Нехорошо, думала я про себя. Однако я задумалась. Если уж Александр Кушнер говорит такое, мне нужно серьёзнее отнестись к тому, что я делаю. Помаленечку начала присматриваться, как пишут другие поэты, и смотреть очень критически на то, что делаю я. И вот тут я, конечно, перестала писать совсем. Когда я начинаю учиться чему-то, естественно, вот этот поток, этот полёт, он во мне, внутри меня прекращается, что ли. Ну, в общем, когда научишься, тогда уже оно всё легче идёт. И оно пошло постепенно легче, не знаю, насколько лучше, потому как в процессе обучения можно писать выхолощенные стихи. А это вообще не уму, не сердцу. Это уже, конечно, всё правильно, всё очень по канону, всё это уже не нужно, потому что нет полёта, нет ощущения воздуха. Вот такая история. А для вас стихи — это конструктор? Я позволяю себе всё. То есть на бумагу я изливаю буквально вот тот поток сознания, подсознания, ощущений, состояний, какой есть. Выбираю слова какие-то, точнее я ещё не занимаюсь их сознательным выбором. И вот всё это изливается на бумагу. Уже потом, спустя какое-то время, я начинаю заниматься корректурой, редактурой, смотреть, что же я тут такое понаписала. Обычно это происходит ночью. Какая-то строчка вертится, вертится в голове, вертится. Что это такое? Непонятные какие-то вещи в голове творятся. И вот строчка. Зарёю серой свиристели стаи, в рябиновых дождях февраль качали. Не заснуть. Я понимаю, что мне уже просто не заснуть, если я не сяду и не запишу это. Подсаживаюсь в бумажку, разве что не на пол, и царапаю. Буквально, если я не царапала эту строчку, я не засну. Зарёю серой свиристели и стаи, в рябиновых дождях февраль качали. И снежную завьюживали муть, ленивыми играя веерами. Вот так они у меня рождаются, мои стихи. Хотел бы вернуться к Бижару, потому как помню хорошо это событие в Петербурге. Небезызвестный вам Игорь Дункул подарил тогда этому хореографу свой диск «Импрессионизм». Где вы присутствовали на съёмках? Какие локации? Около Михайловского замка. Потом в летний сад заходили, на набережной были Невы и Фонтанки, если я правильно помню, или это Мойка. Там были Максимова с Васильевым. Вот это всё я видела, и дальше я ещё смогла познакомиться, даже Слин Чарльз. Это балерина из его труппы. Где я не была, вот на Эрмитажных съёмках я туда не попала. То, что я увидела, было совершенно новое. Это перевернуло мою душу, перевернуло мой внутренний мир. И вот опять, видите, музыка, танец. И вот из этого какого-то состояния, более того, когда я пишу, мне кажется, что моя рука начинает двигаться, и что она проникает в некое пространство, то есть начинается движение. Также я наблюдаю за деревьями, изломы их веток. Это ведь тоже состояние танца. Ваши любимые авторы, Надежда? С русскими, с российскими авторами совсем просто, я думаю. Гумилёв, Мандельштам. А что касается иностранных авторов, с ними сложнее, потому что я всегда задаюсь одним и тем же вопросом, а кого мы, собственно, любим-то? Самого поэта, его музыку, его стиль? Или это всё-таки переводчик? Потому что там и то, и другое присутствует. И то, и другое. Ну вот я в оригинале читала немцев, потому как на немецком отделении в педагогическом институте училась. Читала Фауста, Гёте. Ну много чего я читала. От Гёте я просто без ума была. Это неизгладимое впечатление. И что я заметила, что ни в переводе Пастернака, ни в переводе Холодковского невозможно было передать нюансы звучания его речи. Потрясающий. Странную вещь я сейчас, может быть, сделаю. Пару фраз, буквально пару фраз на шведском языке. И потом прокомментирую. А вот теперь перевод. Я последний цветок осени. Меня качала колыбель лета. Меня поставили на стражу северного ветра. Красное пламя ударило мою белую щуку. Я последний цветок осени. Вот этот перевод никто не смог осилить ещё из российских переводчиков. Никто не взялся перевести. В частности, вот это стихотворение я искала, смотрела. Эдит Сёдергран. Известная шведская, финская и, можно сказать, русская поэтесса, поскольку она родилась и всю жизнь жила в Рощино, Райвала. Это представитель трёх культур. Потрясающая серебряная вечная поэтесса. На шведском звучит просто гениально. По-русски – ну никак. Я попробую зарифмовать, но в конце эфира. Я со своей стороны стремлюсь к тому, чтобы моя поэтическая речь была музыкальной. О душе из серебристой свирели, Что в заоблачных далях тоскует И поёт родником неумолчным Я слагаю летучие песни Из мелодий холодного лета И снегов, и трепещущих льдинок Там, где вечности плавные крылья Разлетелись, растаяли светом Я себе тишину сотворяю А как с прозой? Она приходит так же, как стихи? В любом случае, плана у меня никакого нет. Когда я начинаю что-то писать прозаическое, Я вот уже два произведения выпустила в свет Идёт третий – это роман И, конечно, задумка у меня есть, о чём конкретно я хотела бы написать Вот меня беспокоят мысли, и я хочу вот её изложить И так я пишу примерно, скажем так, один абзац текста И начинаю думать, ну и что дальше? Просто вообще не знаю Ну совсем не знаю Люди пишут планы текста Не напишешь поглавный план, нечего тебе делать Вот с такой формой, как роман Ну это слишком много, надо поглавный план иметь У меня ничего нет изначально С этим романом у меня так и идёт Я не знаю, как будут развиваться события Я не знаю, кем будут мои герои Это Ленинград, 1950 год И тема – это сравнительно немолодой, сорокалетний мужчина Преподаватель Института Герцена в Ленинграде Ему предлагают сотрудничество в МГБ тогда КГБ называлось МГБ И он не отказывается Причина совершенно ясна Всё потому, что его родственников в своё время расстреляли И когда ему предложили, он начал думать о том Как он дальше будет себя чувствовать в этой роли И как бы ему, и удастся ли ему Избежать неприятностей для себя, для людей Как вывернуться, может быть, не сказать правду Или наоборот сказать Вот он мучается И меня интересует его внутренний мир, его состояние Что с ним будет происходить Какие решения он будет принимать А ему предложили быть, естественно, доносчиком Нужно было проследить за одним профессором Из Московского университета Будучи на отдыхе Поскольку он, возможно, был связан с англичанами Это в то-то время, это 50-й год, когда Сталин ещё жив И вот как это всё Дальше у меня возникает, естественным образом, тема Берии Поскольку Берий как раз очень интересовался английской темой Был близок очень с англичанами И стремился с ними какой-то контакт иметь Значительно более глубокий Сам роман у меня называется «Часослов» Потому что есть такое очень красивое произведение Можно сказать, произведение искусства Великолепный «Часослов» Герцога Берийского «Франция, 15 век» Там есть календарь, очень знаменитый такой Средневековый календарь в ярких красках Замки рыцарские Сценки из жизни Герцога Берийского Также какие-то полевые работы Крестьяне, сцены охоты и так далее Это исключительно красивое произведение Великолепный кобальтовый цвет Мой главный герой, о котором я говорила Он убегает от действительности В этот мир Средневековья Дальше, соответственно, у слушателей Или читателей возникнет вопрос А реально ли это? Возможно ли это? Чтобы человек, живший в СССР В это время Как он мог видеть это произведение Из Франции? Ведь тогда еще не было Издания такого еще не было Может быть и во Франции так же Вот я придумала, как это могло случиться И оно весьма правдоподобно Я, конечно, не скажу, как Оставим это как бы в секрете Много интересных открытий в процессе Я, например, никогда не задумывалась О звукосочетании Какое интересное созвучие Берийский Берия И я нашла подобных сочетаний В процессе написания уже То есть я об этом специально не думала Не сама придумала Текст ведет меня каким-то образом Понимаете? Сам ведет Я не надумываю себе истории Текст сам постепенно обрастает у меня Персонажами Событиями Я просто тоже как наблюдатель Как читатель Очень-очень заинтересованный читатель Смотрю за процессом Многое мне нужно было уточнить, конечно В процессе написания Уже когда я поняла, где я нахожусь Куда я себя, собственно, привела В 50-й год Я еще тогда, естественно, не родилась Я не могу сказать, что я мало об этом знаю Я как-то довольно много интересовалась Этим временем И мне нужно было уточнить Ну, например Как выглядел Литейный проспект в то время Какой общественный транспорт был в 1950 году? В первую очередь меня интересовало Запустили ли троллейбусы после войны в этом году? Например Была ли открыта кондитерская Север? Или еще нет? Когда построили стадион в нашем ЦПКО на островах? Оказывается, вот его как раз в 1950 году и построили И летом открыли Как выглядел сам парк Организован сразу после войны Еще даже до окончания войны Блокадниками Ну и даже вот какие были футбольные матчи Весной и летом 1950 года Мне все нужно было знать очень точно Когда вы говорили о ваших любимых поэтах Я не услышал имя Бродский Чувствую в нем собеседника Да, вот прямо так Как человек он мне близок оказался внезапно Я была как-то в фонтанном доме И, значит, там стоял его старый диван Была организована комнатка Бродского у Анны Ахматовой Которая его тогда приютила И я, значит, хожу, осматриваю вещи Экскурсовод говорит, что конкретно подлинное Что принадлежало Иосифу Александровичу Случайно левым коленом коснулась Ивана Слушайте, я ощутила всего человека Меня просто заколотило Потому что я почувствовала, будто он здесь С удовольствием иногда смотрю его видео на Ютьюбе Как он, например, в Венеции сидит, рассуждает о чем-то Мне это надо, да, посидеть с ним вместе Вот так вот посмотреть на него И думать, что ж ты так куришь-то? Что ж ты так куришь? Ты ведь умрешь от этого Неужели не я Освещенный Тремя фонарями Столько лет в темноте По сколкам бежал Пустырями И сияние небес У подъемного крана Оклубилось Неужели не я Что-то здесь навсегда Изменилось Кто-то новый царит Безымянный Прекрасный, всесильный Над очизной горит Разливается цвет Темно-синий А в глазах у борцых Мельтышат фонари По цветочку Кто-то вечно идет Возле новых домов В одиночку Значит, нету разлук Значит, зря мы Просили прощения У своих мертвецов Значит, нет для зимы Возвращения Остается одно По земле проходить Бестревожно Невозможно отстать Обгонять только Это возможно Поздравляю себя С этой ранней находкой С тобою Поздравляю себя С удивительно горькой Судьбою С этой вечной рекой С этим небом В прекрасных осинах С описанием утрат За безмолвной толпой Магазинов Слава Богу чужой Никого я здесь не обвиняю Никого не узнать Я иду, тороплюсь Обгоняю Как легко мне теперь От того, что ни с кем Не расстался Слава Богу, что я На земле без отчизны Остался Не жалеть за тех мест Не мертвец А какой-то посредник Совершенно один Ты кричишь о себе Напоследок Никого не узнал Обознался Забыл Обманулся Слава Богу, зима Значит, я никуда Не вернулся Слава Богу, зима Нет, это ведь Поэт-интеллектуал Начнем с этого Он удивительный собеседник И он мне нужен, да У меня полное собрание тут стоит Обязательно Как же Надежда Расскажите немного О своей бабушке Ее звали Зинаида Петровна Казалось бы Совсем русское имя Однако там Афинская кровь Семья была потрясающая Они жили Недалеко от города Свердловска Тогда он был Еще Екатеринбургом И вот Мой прадед Он был токарем С одной стороны А с другой стороны Регентом В церковном хоре Играл на множестве Музыкальных инструментов Организовал Огромный хор В городе Был он Человеком очень богатым Поскольку он был Рабочим Как-то вот Люди не понимают Что если человек Был рабочим Он был богатым В царское время Он имел Два дома Огромное хозяйство 25 человек Детей Всех он Учил музыке Что касается Моей бабушки Она отличалась Исключительным Голосом Оперным Приехали из Москвы Забрать ее Из этой Можно сказать Деревни В московскую Консерваторию В класс Неждановой Она предпочла Семью Но зато Сама воспитала Двоих музыкантов Моего дядю Он был Виоленчалистом И мою мать Оперную певицу Отца своего Я не знала И я начала Задавать вопросы Маме Выяснилось Что мой отец Будучи также Оперным певцом В Кировском театре Был сотрудником КГБ И у меня Это очень сильно Конечно Заболело И на протяжении Всей жизни Я искала Для себя Каких-то ответов Из его И из моей Также семейной Истории Взят тот факт У моего главного героя Расстреляли Семью Начался этот роман Здесь видимо Что-то случилось Потому что Мой отец Стал лауреатом Сталинской премии Семью расстреляли Репрессированы Дальше что-то происходит Да Он видимо Становится агентом После чего Он совершает Свои Так сказать Подвиги На этом поприще И получает Сталинскую премию Можно Оспорить То о чем Я сейчас говорю Да Я не знаю Но это просто Все болело Я начала писать Роман Возможно Пытаюсь его Как-то оправдать Или хотя бы Найти Причины Почему человек Может вести себя Так А заодно Еще и Отождествляя Время отремни Себя С этим Как я себя Буду вести Я кстати Еще до сих пор Не знаю Аккордных слов Моего главного героя Что произойдет В самом конце Примерно представляю Пожелайте Что-нибудь Нашим Радиослушателям Опять возвращаюсь К музыке Я сейчас Очень много Слушаю Разной музыки В разные Сложные времена Когда люди Не могли Даже общаться Между собой Легко И свободно Они обращались К музыке Им становилось Легче Более того Из музыки Рождаются стихи Поэтому я Всем желаю Побольше музыки Сейчас В ваших душах И все будет хорошо Игорь Дункул Он Конечно Ленинградский Композитор Безусловно Единственный Кто мог Передать Дух Города Но это Дух Города Где-то Начиная с 70-х годов И далее Это Наш Питер Но это Не Ленинград 50-го Города Ленинград 50-го Это Например Глиер С гимном Великому городу Игорь Он Он Более Современен Конечно Он очень близок Мне И я чувствую Его Это Классик Наш Современный Да Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok